Куклы Куклы Остаются с вами надолго Они не выцветают, не меняют цвет Они вот такие У них очень приятные волосы Да, вот как раз по поводу волосы Хотел спросить Это настоящие человеческие или нет? Нет Человеческие волосы у меня ассоциируются с куклой Вуду Нет, это козий пух Это специальная порода коз Она выращивается Просто, друзья, выглядит настолько реалистично Да Просто невероятно Поэтому у меня возник вопрос Думаю, может кого-то подопытного себе нашли Для того, чтобы срезать время от времени волосы? Нет, кукла это миниатюра в первую очередь Человеческий волос, он толще Поэтому он не подходит В данном случае вообще никак не подходит Вот Если, конечно, кукла метровая То, наверное, есть мастера, которые используют Я не пользуюсь Я понял Как долго создается вот такая одна кукла? Вот такая одна кукла Я трачу около трех недель Но Можно, конечно, справиться и быстрее Просто, когда я делаю такую куклу Я стараюсь в нее вложить Кроме внешнего Я пытаюсь еще изобразить чувства Например, вот эта кукла После прочитанной книги Мне хотелось воплотить Именно ту задумчивость в кукле Которую человек испытывает Когда он читает определенный момент Вот есть такое Читаем книжку Закрываем ее ненадолго И живем в этом моменте После вкусия вот эта легкая После вкусия Поэтому, да, изобразить эмоции В данном случае мне потребовалось больше времени Потому что я переделывала несколько раз Это все в глине Пока не запечешь Можно работать с ней достаточно долго Она не теряет свойства Вот, скажем так Такие образы Где они берутся? Это подсмотренные? Или все-таки Вот где-то вот так? Нет, это пережитое Все Это я все переживаю Вот когда я делала эту куклу Да, я читала книгу Когда я делала вот эту куклу Она у меня немного другая Это вот такое вот ожидание и надежда Но в этой кукле я пыталась передать Но, как бы, как сказать это правильно Тогда вот, да, я ждала определенного момента Был у меня такой вразумение Что мне чего-то хотелось Ну, мне хотелось чудо Конечно, в данном случае У меня кукла ждет маму Но мне хотелось чудо Вот, ну, как бы надежду я пыталась передать А вот эта кукла Эта мне навеяла Мы были на прогулке Мне захотелось изобразить девушку Которая кормит голубей У нее вообще в руке должен быть хлебушек Ну, в данном случае он, в общем-то, спадает с руки Голубь просто кушает с руки Нет, голубь кушает хлебушек Хлебушек тоже есть Да, с руки Просто это очень много мелких деталей Я не взяла, чтобы не потерять все Это композиция На самом деле, очень красиво А у нее и лавочка Спасибо Я думаю, что зрители тоже сейчас, когда видят это укропнение Такое чувство, что реально живой человек Где-то сидит Такие вот миниатюры Я вижу также другие куклы Это уже в той технике, которую мы сегодня будем показывать зрителям Нет, это не совсем та техника Другая уже? Это куколки мягенькие, текстильненькие Такие куколки любят дети Мне нравятся У меня дочка очень любит эти куклы Она от них в восторге Это моя какая-то сестренка, точно По кудрям понимаю Да, да, да Я тоже смотрю Свет волос немножко отличается Ну, покрасилась Сестренка, что ж ты покрасилась? Вот, да Ну, как бы эти волосы Это синтетические волосики Они тоже очень мягенькие Они тоже очень удобные Такая кукла быстрее создается? Такая кукла создается быстрее Весь процесс занимает Ну, если мне очень надо Я могу за два дня пошить такую куколку Вот Рисовать лицо такой куклы очень долго Я, допустим, могу час-полтора Спокойно просидеть, потратить Если у меня есть это время Вот, я рисую долго Как давно появилось такое вот хобби Увлечение создавать куклы? Я лично создаю около двух лет Но хобби увлечения куклы С давних приман есть в обиходе Их даже люди находят И деревянные, и самые разные-разные-разные куклы Вот Но в Украину это вене еще вот только входит Его нет так массово Люди еще не ценят настолько коллекционную текстильную куклу Как вот люди ценят в мире Вот Но я надеюсь, что у нас все-таки Вот этого пацанчика мы тоже так посадили Назову его пацанчик Такой олененок Олененок Да, слось Очень классный на самом деле Такой у него нос отбликует чуть-чуть Как он создавался? Что это за техника? Это грунтованный текстиль И это не просто игрушка Это украшение на елку У нас в Советском Союзе всегда были звездочки В наше время мы садим на елку наверхушку разных ангелочков Мы садим кого угодно А это вот такая счастливая игрушка на елку Детям очень нравится У меня сын настолько в восторге от этой игрушки Вот И это да Вот она обнимает вот так вот елочку И она висит на елке У нее вот конфетка И тоже вы понимаете, брат Там сестра была, здесь брат по бабочкам Ну то есть все в тему, все в тематику Круто, очень Я так понимаю, что именно вот теперь уже я попал Да? На эту технику Да Мы сейчас, я тогда предлагаю как? Начать с рисовки лица Показать несколько вариантов Я могу показать, вот смотрите Когда мы говорим о кукле, примитивной кукле Вот сейчас мы будем рисовать кота Когда мы говорим о примитивной У них свидание Да, у них свидание Это композиция Вот они должны сидеть вот так Вот они на свидании Когда мы говорим о примитивной кукле Лицо изображается достаточно примитивно Поэтому, когда мы изображаем примитив Мы можем посмотреть панель эмодзи И посмотреть, как там бровками, глазиками, ротиками Изображается любая эмоция Кукла примитивная Ничего там особого нет Но именно эмоциями мы будем Заставлять ее оживать И эмоциями она будет завораживать Наше внимание В данном случае он будет Искоса поглядывать на свою даму сердца Он уже преподнес цветы Поэтому он рассчитывает на некую взаимность Но можно нарисовать Куклу и подарить Человеку Если человек с соню Можно подарить ему сонную куклу Если хочется перед человеком извиниться Можно подарить куклу с извиняющимися глазами Я думаю Эта композиция может называться Композиция намек Если девчонка очень долго уже ждет Предложение руки и сердца от парня Она должна просто подарить Парню эту композицию Намекнуть В данном случае это навеяно тем Что недавно я нашла в магазинах конфеты Которые мы с мужем ели на первых свиданиях Поэтому мне вспомнилось Вот эти романтические свидания И мне захотелось изобразить Именно свидания Почему коты я конечно не знаю Просто милое существо Просто милое существо Как можно не умиляться Смотря на котов Да Итак если мы говорим о эмоциях Есть несколько вариантов Да мы сейчас их Есть несколько вариантов Да Когда мы говорим об эмоциях Вот даже если посмотреть Эмодзи на панели Нос зачастую вообще нет И он не выражает никакую эмоцию Эмоции в первую очередь выражаем глаза То есть это могут быть вот просто Сейчас мы эти как раз глаза Да И покажем Прорисуем полностью лица И покажем Да Как бы мы рисуем глазик Мы рисуем носик этому котику И в зависимости от того Куда мы нарисуем зрачок Он может у нас смотреть Вот в данном случае я сейчас ему сделаю Вот так А если мы попробуем следующим образом Хочется чтобы зрители тоже это видели Да Я буду вам ассистировать Вот мы нарисуем глазик Мы нарисуем носики И мы нарисуем ему какую-то вот такую Вот девающую улыбочку И у нас вот будет Ну как бы естественно что это карандаши Но у нас он будет хотеть спать Если сейчас мы нарисуем ему глазки Мы нарисуем ему носик Мы нарисуем ему счастливейшую улыбку Смотрящую куда-то там взгляд Это у нас будет счастье Точно так же мы можем изобразить Вот просто кружочки Я ничего другого не рисую Вот мы можем нарисовать ему печальку в глазах Как бы взгляд в зависимости от нашей куклы Также мы можем Да Ну как бы буквально элементарно Вот какие-то полосочки Какие-то Можем сделать счастливые глаза Вот у нас будет Вот это как глазки Не очень удобно рисовать Глазки, вот бровки Вот у нас уже безумно счастливый кот И как бы вот каждую эмоцию Прорисовывая буквально Обычные кружочки Глазки Круто, друзья Вот так Все абсолютно просто Очень легко Вы можете увидеть сейчас Что по сути Кружочки Маленькие Которые Поэтому называется Примитив Да Круто Одним словом Потому что я не умею Так Это уже Попробовать Попробовать Я предлагаю тогда пробовать А вам предлагаю тогда Что-то Заниматься уже лицом Этого кота На свидании Хорошо А там на свидании Так Что мы делаем Что мы используем Смотрите Я использую Изначально Даю тени Тени я даю Очень легко И просто Я беру И наношу В технике Сухой кисти То есть Вот я кисточку Сухой кисточку И вот немножко Ее макаю Вот буквально Чуть-чуть И прорисовываю Тени Видно Я не знаю Да Видно Сейчас Видно Друзья Вы Если есть акриловые краски И кисточки Можете уже Это тоже Синхронно делать И рисовать На ком-то домашнем Ну как-то Изначально Конечно Нужно подготовить Саму заготовку Заготовка шьется Очень легко И просто Это может быть Любая Любая форма Потому что Это кукла Примитив Называется Она не требует Какой-либо Отдельной Выкройки Это может быть Любая выкройка Какая вам нравится Вот я захотела Длинноногого кота Вот мне так захотелось Его можно сделать Коротким Его можно сделать Вообще без ног Его можно сделать Широким Если взять Допустим И сказать Что это Толстый Откормленный Домашний Сытый кот Вот Поэтому Ну как бы Как желание Как душа пожелает Вот так вот Его можно рисовать Вот я сейчас Нанесла ему Тени На глазах Вот он выглядит Немножко таким Недоспавшимся Но когда мы Закончим Будет выглядеть Хорошо Вот кстати Друзья Как вы видите Все элементарно Кружочками Тоже Такое легкое Удивление И уныние Получилось Прорисовать Так что друзья Получится у каждого Я уверен Поэтому пробуйте Хотя бы сейчас На просто обычных А4 Можно Эмоди Подсмотреть Вот эти панели Вот как бы Если еще не знаешь Как выразить эмоции Вот эти панели Эмоди Они очень помогают Там на вот этих Глазках Ротиклах Настолько все легко И понятно Есть конечно эмоции Которые Не выражают Эмоди И тогда нужно Несколько раз Порисовать на бумаге Перед тем Как нанести На На готовую Заготовку Ну вот как бы я вот Не знаю Сейчас увидите Нарисовала Вот эти вот Сейчас вот тени Далее я беру Белую краску И белой краской Я сейчас наношу Другие тени То есть это Темный цвет тени Сейчас я буду Ему делать белый Опять таки Техника сухой кисти Вы не смотрите Что я на руку делаю Так на самом деле Дело привычки Да Можно это сделать На бумажке Можно сделать это На панели Но я хочу сказать Что учитывая Что сама основа Похожа на телесный цвет Вот такого телесного цвета То лучше всего Это увидеть на руке Как же она будет потом После нанесения Это какая-то Старая привычка Не знаю почему Такое ощущение Что кожа лучше знает Но я хочу сказать Наоборот В этом есть какой-то Колорит художника Это даже очень круто Я пока что Тоже наблюдаю За вот Самыми куколами За тем Как они сшиты Чем наполняются они? Специальный холлофаймер Можно его купить В магазинах Художественных Ну не художественных Просто магазинных тканей Иногда люди покупают Такие материалы Для набива подушки Вот я беру Специальные мелкие Мне удобно им набивать Вот Но это может быть И синтепух И холлофаймер И синтепон Любой наполнитель Который не сбивается То есть ни в коем случае Не вата Потому что она будет Деформировать Это такой Синтетический Гипоаллергенный материал Который В случае чего Если дитё возьмёт Играться Чтоб не было проблем Опять-таки если я взял в рот То всё нормально Да Если мы вот эту текстуру Это вот сам цвет Чем-то мы его создаём Вот Да Я забыла сказать Это получается тонировка Я тонирую цветом кофе Беру Беру клей ПВА И беру корицу Я люблю запах корицы Поэтому игрушки То есть за счёт этого И за счёт ПВА Оно такое упругое Я думала Что это набивка Это грунтовка Получается Если рисовать кистью По негрунтованной ткани Будут впитываться Просто ткань И как ткань Знаете Краска Как Но будет расплываться Чтоб не было Вот этого расплыва Чтоб не были Всё очень чёткие Я делаю следующим Укру Я его грунтую Ну как бы Грунтуют Практически все мастера Подобные работы Вот Оно держит форму В общем-то Ну техника такая В общем-то Вот Далее я Зарисовываю белки глаз Так как кукла примитив Она не требует Нанесения теней На глазах Тени от ресниц Когда мы рисуем Вот такие вот куклы Они там Зрачок у нас Многоцветовой Он там не один у него цвет У него цветов много Там тени отрисов Ресниц Розовые Вот эти вот Слова сложные Вспоминаю В общем уголок глаз Который розовенький У нас Он тоже там Всё прорисовано Да Я вижу тоже И зрителям тоже Показываем Параллельно Мы говорим Всё-таки о примитиве Это вот кукла Для начинающих Потому что Она не требует Знаний особых Анатомии Того же глаза Она не требует Особых знаний В рисовании Это вот Порыв души Это вот те слова Которые мы хотим Выразить через куклу Их вот легче всего Выразить вот так В некоторых магазинах Магазинах Хендмейда Я видел вот подобные Куклы Но только другие Более примитивные Скажем так Они ещё с запахом Эти тоже можно Можно наполнять Чем-то внутри Нет, это тонируется Оно тонируется Корицей То есть добавляем В то же кофе Ещё и корицу Корицу, да И ваниль Можно добавлять Ну ваниль Я не всегда добавляю Я не очень А если ещё Кофейные зёрна Положить в наполнитель Запах вечный Ох Бровки Он намыкает Он не стирается Он не деформируется Он не растекается Краска водорастворимая Как пока не засохнет Очень удобно в использовании Я знаю Рисуют маслом Ещё некоторые мастера Но масло Использовать На такой грунтованный Текстиль Смысла нет Игрушка Сама по себе Примитивная И дорогие материалы Я бы Если есть Пожалуйста Если нету Лучше взять Акриловую краску Она будет проще Вот я сейчас Более светлым оттенком Зарисовываю Носик Чтобы игрушка Была более живая Я наношу На этот носик Блик Вот она как-то Оживается Этим бликом Вот аналогично Как у Да Когда мы говорим О таких вот куклах Вот эта белая точечка Блик Вот она и даёт Куклам эту жизнь Как бы не были Красиво нарисованы Глаза Пока нет этого Блика Она не смотрит Только появляется Да Это вот Такое И обращаем внимание Ну блики рисуются По-разному Разной технике Самое главное Правильно его тоже Как-то расставить Акцент Потому что От этого будет зависеть Куда смотрит кукла Да И ещё как бы Тоже Если вы наносите Блик с одной стороны На глаза То как бы Вы подразумеваете Что падает свет Всегда идёт Именно от этого От взгляда От света Ну как бы Композицию Продумывайте заранее Так Вот у меня кот Будет смотреть На даму сердца Поэтому я ему Зрачок рисую В эту сторону Я ему Обвожу носик Вот сейчас Какой классный Вот он как Вы видите Самый-самый Простой Но тем не менее Вот эти вот Счастливые эмоции Что он на свидании Кукла примитив Передаёт Как можно ярче Когда мы Смотрим на вот Более другие куклы Они отвлекают Своё внимание Красками Куклы примитива У них нет Этих лишних красок Вот я вот сейчас Тремя цветами Нарисовала Я хочу сказать Что не только Вот лицо Но и всё-таки Костюмчики Они тоже привлекают Внимание Потому что они Шедевральные просто Костюмчики Да Он в этих шортах Шорт Просто невероятный Штаны Я хотела штаны Померила ему штаны Не пошли ему штаны Ну вот как-то сейчас Вот я видела Жарко сейчас Жарко, да И мужчины Прямо носят шорты С рубашками Вот я Поэтому решила Заводить и так Вот готов На самом деле Вот этот мой котик Вот буквально Три цвета Пару минут И котик готов Вот он на свидание Да, давайте мы их На свидание Также и отправим И вот теперь Он уже может Косить взглядом На свою возлюбленную Так что, друзья У вас есть возможность Впереди выходные Аналогично Взять пример С этих котов И пойти на свидание Тем более, что Сегодня в гороскопе Мы многим Знакам зодиака Так и говорили Что у вас Сегодня будет Свидание Так что Используйте момент Возьмите Обязательные цветы Вам спасибо большое За то, что Сегодня пришли к нам В студию Показали вот это Все богатство Друзья Творите Все будет получаться Я на личном примере Проверил, что Лица уже рисовать умею И все Спасибо вам большое Потому что Это всегда было В школе Проблема Нарисовать лицо Знал бы я раньше Как это все делается Догадаю еще раз Что сегодня у нас В гостях Была моя страна Татьяна Савко Якщо Зацікавила вас Ця техника Можете заходить На наш канал В ютубе И там Переглянути Все це відео Как все правильно Робити Розсказали нам Сьогодні Ранкового гостя Редактор субтитров А.Семкин